В конце декабря 1748 года в Санкт-Петербург прибыл первый караван с серебром, выплавленном на Алтае. Почти две тонны серебра, около двух килограммов золота. За полгода до этого 20 подвод под охраной 18 военных вышли из ворот Барнаульского завода и начали свой путь через Колывань, Семипалатинскую крепость и далее через Урал в столицу. Финальной точкой путешествия алтайского серебра был Санкт-Петербургский монетный двор. В последующие годы завод поставлял в столицу до 6-7 тонн серебра, а в некоторые годы до 13. 15 декабря 1781 года в далекой германской Саксонии родился человек, который впоследствии стал одним из самых выдающихся барнаульцев. Фридрих Август фон Гебблер приехал на Алтай работать по контракту всего на 6 лет, но полюбил Россию и остался здесь навсегда. Уже к 1820 году он заведовал всей медициной округа, особо уделяя внимание охране труда. Выйдя на пенсию, занялся географическими исследованиями, изучал степи, ленточные бары, побывал у горы Белухи, открыл истоки Катуни. Вместе с Петром Фроловым основал Краеведческий музей. Похоронен на Нагорном кладбище. Имя Гебблера носит одна из улиц в центре Барнаула. В декабре 1900 года в Барнауле начал работу «Народный дом». Его построили на месте сгоревшей за полвека до этого тюрьмы. Здесь показывали пьесы Горького, Чехова, других в постановке любительских труп. В 1908 году здесь прошла первая в городе художественная выставка барнаульского художника Никулина. Во время революции здесь проходили митинги и собрания. С 1921 года здесь разместили первый драматический театр. По легенде, именно здесь дал свой первый концерт после возвращения в Россию легендарный шансонье Александр Вертинский. С 1975 года в здании Народного дома работает Краевая филармония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова